SkyWay в сравнении с другими видами транспорта Транспортная система SkyWay оптимальна, эффективна и безопасна Анатолий Эдуардович Юницкий SkyWay – транспортно-инфраструктурный комплекс на втором уровне Благодаря анкерным опорам, расположенным через 2-3 км и более и промежуточным опорам, расположенным через 40-60 метров и более путевая структура всегда располагается над поверхностью земли Транспортная эстакада предназначена для перемещения специального подвижного состава снабженного противосходной системой Практическая реализация проекта SkyWay ведется в городе Марьногорка, Республика Беларусь Экотехнопарк, расположенный на площади 36 гектаров, является центром практической реализации и сертификации струнного транспорта Юницкого Сейчас тестовые испытания проходят городской и грузовой транспорт Продолжаются приемочные испытания 48-местного берельсового юнибуса Ю4-220-Т2, в ходе которых специалистами проектной организации устанавливается соответствие технических характеристик транспортного средства расчетным параметрам Вывод подобного транспортного средства на транспортную линию позволяет в час пик значительно увеличить ее производительность в обе стороны и довести этот показатель до 170 тысяч пассажиров в час Еще больше о проекте SkyWay вы можете узнать на официальном сайте SkyWay Capital перейдя по ссылке skyway.capital Если сравнивать капитальные затраты, необходимые для одного километра дорог, то самыми дорогостоящими являются затраты для строительства поездов на магнитной подушке и подземного метро, где стоимость одного километра дороги составляет 100 миллионов долларов Далее следует легкое метро, где капитальные затраты на один километр составляют 70 миллионов долларов 50 миллионов долларов нужно для монорельсовой дороги Такие виды транспорта, как автомобильный, трамвай, канатная и железные дороги примерно равны по капитальным затратам, которые составляют 10 миллионов долларов на один километр SkyWay в этом ряду является самым низкозатратным, так как требует всего 5-7 миллионов долларов на один километр Низкие капитальные затраты обусловлены следующими факторами Композитный струнный рельс высокопрочный и долговечный Рельсо-струнная эстакада специальной конструкции в десятки раз легче и дешевле традиционных решений Отсутствует необходимость строить сплошное дорожное полотно Возможность того или иного вида транспорта осуществлять перевозки в большинстве случаев оценивают величиной пропускной способности Поговорим о пропускной способности SkyWay И для примера рассмотрим один из вариантов подвижного состава Unicar U4 430 T3 Неоспоримыми достоинствами которого являются Компактность транспортного средства Интервал движения от 2 секунд или 50 метров Автоматическая система управления и пассажиропоток более полутора миллионов человек в сутки Пропускная способность транспортной системы и подвижного состава Unicar U4 430 T3 18 пассажиров в секунду 1080 пассажиров в минуту 64 800 пассажиров в час Полтора миллиона пассажиров в сутки 45 миллионов пассажиров в месяц 540 миллионов пассажиров в год Если сравнивать усредненную пропускную способность современных перевозчиков, то видно, что канатная дорога, например, способна переместить в час 5000 пассажиров Трамвай также 5000, автобусы перемещают в среднем 7000 пассажиров в час Монорельсовая дорога 9000, легкое метро 20 000 пассажиров Пропускная способность подземного метро 50 000 человек в час Напомним, что у Skyway пассажиропоток в среднем 60 000 человек в час Скорости движения нормируют для обеспечения безопасности и эффективной эксплуатации подвижного состава Рационализация использования труда водителей и сокращение затрат времени пассажиров на поездки Для канатной дороги максимальная скорость составляет 40 км в час Скорость трамвая не превышает 80 км в час Так же, как и автобуса, осуществляющего городские перевозки пассажиров Это 80 км Монорельс работает со скоростью 60 км в час Легкое и подземное метро перевозит пассажиров с запустимой скоростью 80 км в час Расчетная допустимая скорость струнного транспорта Юницкого для городских перевозок пассажиров Составляет 150 км в час Место лидера в скорости движения Skyway обеспечил себе за счет низкого аэродинамического сопротивления Обособленной конструкции эстакады Особой конструкции стального колеса и рельса Автоматизированной системы управления Минимального интервала движения Skyway и канатная дорога Давайте сравним основные характеристики Средняя скорость канатной дороги 21,6 км в час Скорость движения Skyway по городу 150 км в час Длина трассы канатной дороги от 2 до 5 км Skyway 300 км и более Принцип движения канатной дороги Двигатель тянет канат и кабинки Принцип движения Skyway Самоходный подвижной состав на стальных рельсах Канатная дорога Каждые 6-8 лет требует полной замены канатов Срок службы путевой структуры Skyway до 100 лет Подвижного состава 25 лет Рассмотрим подобные характеристики, сравнив Skyway и метро Капитальные затраты на 1 км у метро составляют от 100 миллионов долларов Skyway 5-7 миллионов долларов Для метро необходим отдельный путь в тоннели и подземные станции Отдельный путь Skyway легко встраивается в городскую застройку Вместимость метро Поезд 5 и более вагонов, по 100 и более пассажиров Длина перона не менее 150 метров Вместимость подвижного состава Skyway Юнибайки на 2 пассажира Юникары на 6 человек Юнибусы вместимостью 24 человека Длина перона от 6 метров Максимальная скорость метро – 110 км в час Skyway – 150 км в час Средняя скорость движения метро – 32-42 км в час Skyway – 70-80 км в час Интервал движения поездов в метро – 2-8 минут Skyway – 15-20 секунд При необходимости минимальный интервал может составить 2 секунды Срок окупаемости метро более 40 лет Skyway – 5-7 лет К тому же, по мнению экспертов, например, московское метро не приспособлено к нынешнему пассажиропотоку И если на нескольких линиях произойдут технические неполадки, оно попросту встанет Более подробную информацию вы сможете найти на официальном сайте skyway.capital Перейдя по ссылке skyway.capital Грузовые транспортные комплексы Skyway имеют ряд преимуществ по сравнению со всеми используемыми сегодня системами Способность перевозить любые грузы делает Skyway очень привлекательным на рынке грузоперевозок На представленной таблице видно, что по времени доставки Skyway уступает только авиаперевозчикам Тогда как цена за перевозки самая низкая, и такое предложение не может не заинтересовать потенциальных заказчиков Грузовой Юнитранс – это замкнутый конвейер на колесных парах с разворотом в горизонтальной плоскости Сравним его с традиционным конвейером Длина конвейера 5-10 км Длина Юнитранса до 500 км Уклон конвейера до 10% Юнитранса до 15% А при специальном исполнении до 30% Скорость транспортировки груза по конвейеру до 14 км в час Скорость Юнитранс достигает 36 км в час Срок службы ленты у конвейеров до 2 лет У Юнитранс до 25 лет Себестоимость контейнерной перевозки от 2,4 центов за транспортировку 1 тонны груза на 1 км У Юнитранс такая перевозка будет стоить от 0,6 центов Рассмотрим характеристики контейнерных перевозок Сравним стоимость строительства, затраты на эксплуатацию и загрязнение окружающей среды Для сравнения используем автотранспорт, железнодорожный транспорт и транспортную систему Skyway По стоимости строительства лидирует автотранспорт Вдвое меньше затраты на строительство железнодорожного полотна И стоимость строительства Skyway для контейнерных перевозок В три раза ниже, чем для автомобильных И в два раза ниже, чем для железнодорожных перевозок В затратах на эксплуатацию также самым дорогим оказался автомобильный транспорт В два с половиной раза меньше нужно для эксплуатации железной дороги и в пять раз меньше для SkyWay. По загрязнению окружающей среды автомобильный транспорт самый вредоносный. В три раза меньше него наносит вред экологии железнодорожный транспорт. SkyWay является самым экологичным транспортом. Негативное влияние автомобилей на окружающую среду очевидно. Двигатели внутреннего сгорания, на которых работают все автомобили, за время своей работы сжигают просто огромное количество нефтепродуктов разной степени очистки. Это наносит вред окружающей среде и в первую очередь атмосфере. Влияние железнодорожного транспорта на экологическую обстановку весьма ощутимо. Оно проявляется прежде загрязнения воздушной среды, водной и земель при строительстве и эксплуатации железных дорог. Разработчики SkyWay предлагают уникальное решение для перевозки 20-40-футовых контейнеров, без перегрузки, с помощью специальных модулей. В основе деятельности SkyWay лежит создание максимально экологичной технологии. Операционные затраты. Сравним затраты пассажирского транспорта и SkyWay. От 30 до 45% затрат пассажирского транспорта составляет заработная плата. Эта статья расходов у SkyWay занимает от 5 до 15%. Затраты на топливо у пассажирского транспорта 30-50%, у SkyWay 5-15%. Амортизация пассажирского транспорта 10-20%, у SkyWay 5-10%. Прочие расходы у SkyWay также ниже в 1,5-2 раза. Если обобщить все приведенные выше цифры, то становится очевидным, что операционные затраты SkyWay в 2-5 раз меньше, чем у традиционных пассажирских систем. Это обусловлено экономией заработной платы за счет автоматизированной системы управления, экономией за счет снижения расчета электроэнергии, меньшими затратами на обслуживание и ремонт. Расход энергии. Сравним расход энергии современных перевозчиков с транспортной системой SkyWay и разместим транспорт в таблице «В сторону убывания». Итак, канатная дорога является самой прожорливой. Ей требуется энергии в 8 раз больше, чем для SkyWay. Для поезда на магнитной подушке в 6 раз. Для авиатранспорта в 4 раза больше, чем для SkyWay. Автотранспорт по энергопотреблению приближен к авиатранспорту. Железнодорожный транспорт расходует энергии в 1,5 раза больше, чем SkyWay. Сравнив данные, становится очевидным, что SkyWay является самым энергосберегающим перевозчиком. Экономия электроэнергии обеспечена за счет инновационных технических решений, низкого аэродинамического сопротивления, применение стальных колес и стальных рельсов, рекуперация энергии и торможения, возможности использования возобновляемой энергии. SkyWay – это также развитие энергетики и связи. Одним из основных компонентов струнной транспортной системы является струнный рельс, который состоит из стальной головки рельса, струны наполнителя, корпуса рельса, канала для коммуникации. На конструкции рельсов, их креплений, технологию строительства и монтажа авторам технологии получены российские и зарубежные патенты – более 50 штук. Безопасность дорожного движения – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Дорожные происшествия являются самой опасной угрозой здоровью людей во всем мире. Аварийность автомобильного транспорта превышает несчастные случаи от всех иных транспортных происшествий – самолетов, кораблей, поездов и так далее вместе взятых. Аварии на трамваях случаются в два раза реже. Затем идет канатная дорога, которая по степени безопасности превосходит трамваи. Подземное метро занимает четвертое место. Особенно опасны в метро массовые происшествия – сход вагонов с рельсов, пожары, давка на эскалаторах, столкновения поездов. Много людей, запертых в замкнутом пространстве, поддаются панике. Это способствует увеличению числа пострадавших. Легкое метро по безопасности такое же, как подземное. Монорельсовая дорога наиболее безопасна из всех. Скайвей по безопасности приближен к монорельсовой дороге. Экологичность. Если привести примеры в процентном соотношении, то автомобильный транспорт загрязняет окружающую среду на 1250%. Монорельс на 300%. Железнодорожный транспорт на 250%. Поезда на магнитной подушке на 250%. Скайвей несет в себе 50%. Экологичность транспортной системы Скайвей определена минимальным землеотводом, сокращением выбросов в атмосферу, экономией ресурсов, сохранением природы. Для получения более подробной информации можете пройти на сайт фонда SkyWay Capital и ознакомиться с рядом других видеороликов, которые помогут ответить на все ваши вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok